Навыки оказания первой помощи обычно отрабатывают сотрудники медицинских учреждений. Сегодня ситуация нестандартная. Учения проводят для гражданских. Белая сторона – это стерильная, зеленая, соответственно, это сторона, за которой можно браться пальцем. Это мы с вами проходили. Накладывается на рану. Сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения. Эти приемы могут спасти человеку жизнь, даже если рядом нет врача. И лучше, если все эти действия отработаны до попадания в экстремальную ситуацию. В Самаре пройти курсы начальной военной подготовки «Рокот» может бесплатно любой желающий. Новичков за две недели обучают основам ведения боевых действий и полевой медицины. Занятия проводятся ежедневно и длятся четыре часа. Мы обучаем людей оказанию первой доврачебной медицинской помощи, а также тактической медицины, правила поведения людей в чрезвычайных ситуациях в условиях города. Мы просто хотим собирать наших людей, их обучать. Они от этого чувствуют себя спокойно. Судя по откликам, по отзывам, которые готовы предоставить, люди очень благодарны. Инструкторы рассказывают, как обычный шнурок может спасти жизнь человеку, что обязательно должно быть в полевой аптечке и как правильно наложить повязку на рану. Для того, чтобы у нас повязка в дальнейшем не спала, мы накладываем круговые туры. Неважно, эластичным бинтом таким или обычным нашим бинтом. Проконтролировать процесс обучения приехали депутаты. Они осмотрели кабинеты, где проходят занятия. Будет приобретено необходимое стоповое оружие, в том числе и охлащённый автомат, для того, чтобы курсанты могли тренироваться, используя максимально схожее с реальным боевым оружием. Сейчас девушки создадут коммерческую организацию, и это позволит им получать напрямую субсидии и иные формы поддержки от регионального и иных бюджетов. По словам организаторов, спрос на начальную военную подготовку сейчас очень большой. В планах охватить как можно больше городов России. Для этого нужна помощь населения и спонсоров. Уже сейчас бизнесмены, преподаватели, врачи и военные готовы её оказать. Все объединяются ради общей победы. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.